Иконы, изображающие святых и богов, находятся у миллиардов людей дома в большом количестве. Иконы находятся в храмах, их порой даже носят с собой. Тяжело представить себе православие, католицизм, христианство в общем без икон, статуи, крестов. У многих людей дома вы не увидите порой даже фотографии семьи или картин, но вместо этого вы сможете увидеть большое количество икон, фактически маленькие священные алтари, преисполненные блаженных божественных ликов. Начиная с самого начала существования человечества, первобытные люди придавали огромное значение изображениям, на которых они рисовали богов, ангелов, метафизических существ, с которыми они сталкивались, или в которых верили, считая, что те существуют где-то рядом с ними в невидимом мире. Миллионы верующих во всем мире уверены, что иконы способны творить чудеса, приносить удачу и даже спасать от смерти безнадежно смертельно больных людей. Как только изображение, напоминающее библейский силуэт, случайным или закономерным образом появляется на какой-то поверхности, это изображение и место тут же превращается в место паломничества верующих, и там тоже сразу же начинаются чудеса. А знаете ли вы, что в различных сектах, самых жутких мистических культах, даже темных и злых, их иконы и изображения, их культовых героев, тоже порой мироточат и считаются чудодейственными? Это правда. Но как? Как такое может быть, если секта не отображает истинной религии и веры, а тем более верит в зло? Как их иконы могут быть полны мистических чудес, которые невозможно объяснить? Неужели иконы, как сам культовый предмет, несут в себе некую неизвестную нам тайну? И не зря во многих религиях запрещается изображение святых и иконотворчества. Быть может, за этим стоит то, с чем бы мы не хотели связаться и не хотели бы знать. Сегодня мы узнаем тайну, которую скрывают те, кто сами изображены на иконах. Они очень не хотят, чтобы вы о ней знали. Ты на канале Нулевой Пациент. Подпишись. Мы начинаем. Моя мама рассказывала мне, что ее набожная верующая бабушка пела ей весьма трогательную и милую колыбельную перед сном. Пару раз, когда я был маленьким, мама мне тоже ее пела. Слова в ней были такие. «Дам тебе я на дорожку образок святой. Ты его, молясь о Богу, став перед собой». Исходя из истории, рассказанной в колыбельной, икона с изображением Бога должна была беречь человека в пути. Эту иконку человеку дает мама или бабушка, уверенная, что изображение святого или Бога, нанесенное на бумагу, дерево или ткань, обладает особой духовной и божественной силой, способной на чудеса, способной защищать от бед тех, кто в это верит. Самое интересное, многие не знают этого, но не каждое изображение с Христом, Девой Марией или каким-то святым является иконой и, соответственно, способна на чудеса. Например, это икона, и через нее струится благость Божья. А вот это уже нет, даже несмотря на то, что на картине не изображено ничего плохого. Как поется в одноименной песне наши иконы. Весьма непонятно, почему какие-то конкретные иконы почему-то становятся каноническими, а какие-то нет, и каким образом список канонических изображений можно пополнить так, чтобы это считалось угодным церкви и Богу. С другой стороны, все совершенно понятно. И кто владеет Богом, тот владеет его решениями. Эти начертания церкви и иконы наверняка угодны Богу, и у церкви с ними проблем нет. Все хорошо знают, что некоторые изображения, начертания и картины обладают порой необъяснимой силой, способной воздействовать на разум и жизнь людей негативным или позитивным образом, даруя несчастье и даже смерть, или же любовь и удачу. Вот картины якобы проклятые, когда на них смотрят, некоторым людям становится плохо, а после этого бывают снятся кошмары. В местах, где якобы висела картина плачущего мальчика, случаются пожары. Непонятно, такая реакция людей на различные изображения является накручиванием себя, психосоматикой или же реальным воздействием чего-то мистического, духовного, хорошего или нехорошего. Ведь можно быть сколько угодно скептиком, однако, если у вас дома есть репродукция плачущего мальчика, ваш дом окажется в совершенно реальной статистической выборке, где есть более высокая вероятность пожара относительно тех мест, где этой картины нет. Однажды я видел на телевидении сюжет, посвященный чудодейственной иконе, находившийся в храме, расположенном в глубинке, вдалеке от больших городов. Непроходимый пьяницей смутьян пришел в церковь, посмотрел на икону, и тут же у того началась рвота. Из рта пьяницы вылез червь, толстый и большой. Данный червь хранится в том храме с чудодейственной иконой по сей день. Как утверждали люди, показанные в сюжете, те, кто по образованию понимают, в этом деле такие черви-паразиты не вводятся в людях, только в скоте. Сам пьяница, конечно же, после данного инцидента перестал пить, обрел бога в сердце, и его жизнь наладилась. Нам неизвестно, правда ли все это, однако люди, фигурировавшие в телевизионном сюжете, казались очень искренними. По большому счету это и не важно, так как существует масса историй об иконах лицезрея, которые у тех, кто нуждается, происходили чудеса. То есть существует определенная корреляция, закономерность. И судя по всему, это не может быть простой психосоматикой, а скорее указывает на реально существующий непознанный феномен. Ну или нет? Что думает по этому поводу сама церковь, которой, по идее, проявление таких чудес, привлекающих новых верующих, должно нравиться? Однако, как оказалось, это не так. В каждой большой христианской конфессии, неважно православие это или католицизм, внутри структуры церкви существуют органы, занимающиеся подтверждением или же опровержением чудес, произошедших в церкви или же с верующими прихожанами конкретной церкви. Например, в Италии существовал некий Падре Пио, который однажды во время усердной молитвы попросил христианского Бога, а именно Иисуса, чтобы тот дал Пио возможность разделить боль и страдания Христа. После этого у того появились на руках стигматы. Конечно же, к Падре Пио после этого со всего мира стали съезжаться верующие и паломники. Тот, в свою очередь, стал делать много чудес для людей, исцеление также предсказывал будущее с невероятной точностью. К Падре Пио из Ватикана много раз приезжали авторитетные специалисты, которые должны были выяснить, правду говорит Пио или нет. Его стигматы, раны на руках, там, где были раны от гвоздей у Христа – реальное чудо или он сделал их себе сам? Сколько бы комиссия, доказывающая и опровергающая чудеса, не проверяла бы Пио, пытаясь доказать его ложь, ничего не получилось. Это якобы действительно было чудо. Именно подобные церковные комиссии занимаются проверкой чудес, источником которых являются иконы. И вот, что они говорят. Например, о мироточении икон. Феномене, когда якобы иконы начинают плакать каким-то божественным, благоухающим миро. Комиссии, знающие все о чуде, не любят данный феномен, и в большинстве своем утверждают, что мироточение – не чудо, а либо обман, либо вполне реальный природный процесс, происходящий с деревянными иконами, на которые наносится большое количество различной краски и лаков. В основном, как говорят эксперты, мироточение, само божественное миро, вязкая субстанция – это растительное ароматное масло. Вот и все чудеса. А еще, как утверждает комиссия, ответственная за утверждение чудес, в православной церкви чудодейственная икона не может быть принесена из дома, найдена на дороге или у реки. То есть, как я уже и говорил, наши иконы – самые лучшие. И чудеса будут исходить лишь от правильных и сертифицированных икон. Истинная чудодейственная икона должна быть нарисована правильным иконописцем, отображать некий канон, то есть рисоваться по определенным лекалам, как, например, икона «Нечайная радость» или «Семистрельная икона». То есть, все истинные иконы, они как бы одинаковые и имеют одинаковые сюжеты и канонический стиль. Если эти правила соблюдены, то тогда такая икона может быть чудодейственной. Помимо этого, истинную икону нужно осветить в храме священнослужителям во время службы святой водой. Канонические христианские церкви, если не считать мироточения, очень хорошо относятся к вопросу чудес, которые способны делать икон. Однако у каждой церкви есть список официальных, легитимных, реально работающих чудодейственных икон. С этим списком, как и с месторасположением этих икон, весьма легко ознакомиться в интернете. Прежде чем перейти к самому интересному, расскажу свою совершенно реальную историю. Я очень нуждался в работе, но не абы какой, а под стать мне интересной и престижной, высокооплачиваемой. Но с ее поиском у меня были проблемы, с чего-то вдруг мне подарить судьба без каких-либо предпосылок такую работу. И вот я заговорил с водителем, который устроился вдруг на работу к одному статусному человеку и был очень этим доволен. Ему тоже очень нужна была работа. Так вот, он от кого-то узнал, что у нас в городе есть три храма, и нужно заехать в каждый из них так, чтобы последняя остановка была у знаменитой чудотворной иконы, которая сейчас уже вся обвешана золотыми крестиками, которые подарили люди в благодарность за исполнение желания. Если так сделать, проехать по правильному маршруту и загадать желание, оно исполнится. Именно так водитель и сделал, и вдруг нашел хорошую работу личным водилой. Ну я подумал, а почему бы и нет, верю или не верю, с меня не убудет. И вот я, находясь в невероятной психоэмоциональной яме, еду по указанному в легенде маршруту, загадывая желание найти работу, хорошую, как я хочу. Я хочу, удивительно, странно и невероятно, но я не нахожу работу, она находит меня сама, в прямом смысле слова. Мне просто звонят и предлагают очень хорошую должность. Так я становлюсь арт-директором престижнейшего ночного клуба, где проводили время олигархи, дети политиков, сын президента и звезды, без преувеличения со всего мира. И главное, я даже не мечтал о такой работе, и на ней у меня все очень хорошо получалось. Совсем не дурно, не так ли? Неужели словам церкви о том, что иконы действительно способны на чудеса, а некоторые особенно, следует поверить? Дома нужно иметь иконы, ведь это спасет человека от всякого зла, и они обладают некой божественной силой. Но как же быть с иконами в различных культах и некими проклятыми изображениями? Как, в конце концов, быть с иконами, где все святые, извините, выглядят очень злыми? Они тоже обладают святой силой? И почему другие, не церковные изображения, хорошие и добрые, не обладают ею? В чем секрет и от чего нужно избавиться? А что оставить, что реально работает? Христианство вышло из иудаизма. Бог Ветхого Завета – это бог христиан, иудеев и мусульман, отец Иисуса Христа. Так утверждает Новый Завет. Христианские церкви весьма вольно трактовали то, с чего началась их религия, а именно Ветхий Завет, так как изображения святых и бога там запрещены, как и различного рода статуи. Это считается идолопоклонничеством. Две другие авраамические религии – ислам и иудаизм – сумели более послушно и правильно истолковать это предписание. И у них ни в храмах, ни в домах вы не увидите ни икон, ни статуэток с их святыми и богом. У них это считается страшным грехом. В исламе вообще считается грехом изображение человека на картине. Этого лучше избежать. А за изображение Магомета или Аллаха тебе, в принципе, с легкостью могут перерезать горло. Какой-то добрый мусульманин, ведь все знают, что ислам – религия любви. Христиане, на удивление, не стали слушать предписания Яхвы и поступили по-своему. Вот он, христианский бог, папа Иисуса, мощный бородатый дед. Христиане ослушались библейского бога, потому что христианство – это прежде всего Древний Рим и Греция. А у них не было никогда проблем с изображением божеств и статуями, которым можно молиться и которым можно делать подношения. Тысячелетия проходят, ничего не меняется. В исламе и иудаизме столь строгий запрет на идолов и рисунки, которым можно молиться по одной причине. Нечто, что отдает человек во время молитвы, и поклонение должно уходить лишь Богу и только ему. Если обращать свое религиозное внимание на какие-то предметы, это очень большой грех на самом деле для Библии, за которым следует страшное наказание. И по большому счету иконы в христианстве, как и поклонение им большой грех, и это правда, исходя из Ветхого Завета. Так что для вашего же Бога вы грешники, христиане, или трусы оденьте, или крестик снимите. Бог авраамических религий не хочет делить людей, их поклонение и веру не только с другими богами, называя их язычеством, грехом и ложью, но и даже с изображениями и изваяниями. Почему? Ведь если какая-то икона способна на чудеса, это ведь хорошо, а не плохо. Чего тебе нервничать? Чего переживать? Слышишь, Бог? Ведь как-то так получается, что всегда в культуре были амулеты, кольца, посохи, иконы, статуи, которые были способны на чудеса. Ведь крестик это тоже по большому счету амулет и бережет человека, несмотря на то, что это страшнейшее орудие казни. И это все равно, что носить в качестве амулета на груди небольшую гильотину или виселицу. Пусть будет то, что может помочь человеку, не отбирая это у нас Бог. Но Бог никогда этого не допустит. Почему? Хм, вы готовы? Предубеждение и незнание публики сути моего открытия заставили меня 5 января 1775 года опубликовать мои письма, которые я писал одному иностранному врачу. В этих письмах я описал мою теорию, а также практические опыты из врачебной практики, которые полностью подтверждали мои выводы. Я описывал природу действия и свойства жизненного магнетизма, которые имели много схожего с природными магнитами и электричеством. В этих письмах я писал, все тела в той или иной мере способны проводить магнетический флюид. Так как это делает природный магнит, этот флюид наполняет всю материю. Этот флюид может быть аккумулирован и усилен, так же, как и электричество. Этот флюид можно передавать на расстояние. В природе есть два вида тел. Одни усиливают этот флюид, другие его ослабляют. Далее я коротко описал практические случаи передачи этого флюида, на основании которых я сделал мои теоретические заключения. Мы удалились от больной на значительное расстояние, и видеть она нас не могла, тем более, что она была без сознания. Я предложил господину Ингенхаусу выбрать одну фарфоровую чашку из шести одинаковых. Когда одна чашка была избрана, я касанием своей руки сообщил ей заряд магнетической силы и попросил господина Ингенхауса взять по очереди каждую из шести чашек, подойти к пациентке и прикоснуться этой чашкой к ее руке. Когда очередь дошла до чашки, которой я касался, то рука пациентки спазматически дернулась, в то время как с другими чашками отсутствовало какое-либо движение. Ингенхаус повторил два раза этот опыт с шестью чашками, и каждый раз результаты были прежними. Строки, написанные Францом Антоном Мессмером, человеком, создавшим гипноз, который сейчас лишь аферизм, и все гипнотерапевты лишь клоуны. Наверное, не хватает того, о чем писал Мессмер, то, что он открыл, создатель гипноза. Он вдруг пишет, ученые великие, в восемнадцатом веке о том, что существует некий флюид, тонкая материя, которая может передаваться предметам, и они могут накапливать ее. Постойте-ка, а может как раз с амулетами именно так, с посохами, волшебными палочками, быть может с иконами именно так? А ну-ка, на что же в общем способен некий флюид, энергия, принцип которой открыл Мессмер, и который назвал жизненным магнетизмом? Он способен исцелять болезни, делать счастливым, приносить удачу и расширять мировоззрение. Так писал сам Мессмер. Так, постойте. Чудодейственные иконы, исцеление, удача, счастье, ведь делают то же самое именно это. И Мессмер говорит, что именно эту энергию, некую тонкую материю, могут накапливать предметы, соответственно, и иконы, на которые она нацелена, благодаря молитвам и просьбам сотен тысяч и миллионов людей. Вот оттуда и чудеса. То есть суть не в изображении, а в эмоции и вере человека, направленной на конкретный предмет и неком тонком флюиде, который может накапливаться, и он есть у человека или его у человека нет. То есть существует нечто, некая материя, отвечающая за чудо, не в зависимости от Бога. И да, конечно же, жестокий библейский ветхозаветный упырь не может допустить, чтобы это нечто шло идолам и иконам. Это должно идти ему, ведь это позволяет совершать чудеса, а Бог это и есть чудеса. Без чудес он не Бог. Конечно же, нельзя допустить, чтобы нечто столь бесконечно важное доставалось предметам или самим коровам на ферме. Элемент только Богу, элемент, из-за которого ты существуешь на этой земле, на этой ферме, человек. Нравится тебе это или нет? Величайший ученый, в сравнении с которым Фрейд Юнг, Павлов, просто дети, Владимир Бехтерев, отец рефлексологии, не веря в одержимость бесами и считая, что это лишь неврозы и истерия, не мог понять лишь одного. Каким образом все эти истерики и истерички всегда на сто процентов знали, в какой чашке святая вода, а в какой нет? Даже если ее разливали в соседней комнате и делал это лично Бехтерев. Даже если в двух стаканах была простая вода или же в двух стаканах была святая. Святую воду псевдо или же действительно бесноватый никогда не пил и отказывался. То есть вода с элементом, неким тонким флюидом, которым питается Бог или без него. Конечно же, конечно же, разгадка тайны проста. Чудодейственные иконы действительно существуют, как и не чудодейственные. И суть в элементе. В одних есть то, что отвечает за чудеса, а в других нет. Может и с гипнозом так же? Ведь гипноз назывался всегда мезмеризм в честь того, кто его открыл. А гипнотизер был изначально магнетизером. Давайте, берите, гуглите, набирайте. Магнетизер это. И вы увидите объяснение. То же самое, что и гипнотизер. Но совсем наоборот. Это гипнотизер. То же самое, что и магнетизер. И в слове магнетизер самое главное в начале значение, приставка, магнетизм. Что такое? Не получается. Не работает. Может потому, что не хватает самой важной детали, которая должна быть, так как на нее указал тот, кто изобрел гипноз. Лживые поганые псы и аферисты. Но все изменится и истинное знание вернется, несмотря ни на что. Конечно же, иконы могут копить элемент, который позволяет исполнять чудеса. Это произойдет в том случае, если он у вас есть, а у вас его, конечно же, нет. А могут ли предметы, места, картины быть злыми, проклятыми? Конечно же, если они накопят элемент минусовой полярности. Имеет ли значение изображение на иконе? Конечно же, нет. Лишь для вас, если это сопряжено с эмоциями, вашими чувствами и верой. Если вы не отдадите Богу элемент, некий тонкий флюид, реально существующий Богу, вы будете якобы наказаны. Это страшный грех. Но что если ослушаться? Что если человек сделает все то, что приводит к накоплению, правильно и по инструкции? Что будет тогда? Хочу поделиться с вами моими впечатлениями после курса Петра. Моим запросом было здоровье. Если сравнивать мое состояние в начале января и сейчас, то мне прям легче где-то процентов на 70-80. Я до сих пор мало в это верю. Также у меня прошло два психосоматических заболевания, с которыми я жила 14 лет. Еще важно, наверное, для некоторых будет услышать про материальные вещи. Я получила подарок пальто Максмара, о котором я даже, наверное, не мечтала в ближайшие 10 лет. Получила подарок Дайсон. Также заказала себе всю новую технику на кухню от СМЭК. В общем, такие милые девичьи радости, которые тоже приятны. Что же, я иду еще на апрельский поток. Уже готовлюсь. Я не то, что не доверял или еще там как-то относился с недоверием. Нет, я сомневался, что исполнится именно мое желание. Ну, я работяга, я строитель. То есть все, что у меня есть, это пахать приходилось. Выбрал самое простое желание. Все это желание у меня не хотел избываться. Два года уже. Заканчивается курс, и на второй день у меня исполняется желание. Я охренел, если честно. Я бы никогда не думал, никогда не рассчитывал, что оно сбудется. Все друг друга пытаются, блин, ну большинство, наверное, обмануть, нажиться. Вот это вот все. И все равно, когда даже при огромном кредите доверия, все равно оно подтачивает какой-то вот червячок внутри, сидит, блин, блин, вот обман же, ну стопутово же обман, короче. А на проверку оказалось, что нету никакого обмана-то. Можно исполнить свои желания без бога, без дьявола, без всего этого разукрашенного цирка. Почему? Ну, мне кажется, это очевидно. Ведь у вас тогда будет то, что отвечает за чудеса. Некий тонкий флюид, о котором говорил гений Мессмер, который содержится в святой воде, если ее наполните. В наше время это, увы, только водичка, который содержится в некоторых иконах, который ты добываешь, а даешь тому, кого люди называют богом, кого я называю хозяином фермы и мерзавцем. Земля майнинговая ферма, скот, населяющий которую майнит некую энергию, которая является драгоценнейшей валютой. Удивительно, но так же происходит и с майнингом биткоина, которому для того, чтобы появиться, нужно электричество, энергия, тепло. Только в этот раз майнинговый аппарат ты, и у тебя то, что ты намайнил, заберут против твоей воли. Я предлагаю тебе лишь оставить это себе и потратить на себя, на свое усмотрение, человек. Просто рискнуть и проверить, что из этого получится. Ведь у других получилось. Уже совсем скоро, 29 апреля, в понедельник, начнется пятый по счету онлайн-курс по накоплению элемента, длительностью 49 или же 90 дней, кто как захочет. Данный курс прошли уже сотни людей, результаты ошеломляют. Накопление элемента – самый эффективный рабочий способ изменить свою судьбу к лучшему. Это работает на 100% у каждого. Не получается лишь у того, кто ничего не делает. Те, кто делают, получают всегда то, что хотят. Почему? Потому что суть не во мне. Потому что суть не в том, что я инфо-цыган или гений. Суть не в том, что я самозванец или избранный. Суть в схеме, которая была до меня и будет после. Я лишь достал, откопал, обнаружил ее работу, потратив на это 25 лет, разыскивая под грудой и пеплом истории научных забытых знаний истину, отвечающую на вопрос, для чего существует человек. Чтобы накопить элемент и отдавать против своей воли. Чтобы принять участие в самом важном онлайн-курсе, самым эффективном и рабочем, который позволит вам изменить все к лучшему и получить то, что хочешь, переходите по ссылке в описании под этим видео в группу в Телеграме. Смотрите отзывы людей, прошедших курс, которые были скептиками поначалу, так же, как и вы. Читайте условия в закрепленных сообщениях и ставьте плюс, если вам все подошло и вы идете на курс. Это будет самое правильное и нужное решение в вашей жизни. Все, у кого есть возможность, должны пройти курс. У кого возможности попроще, там же в группе в Телеграме вы можете заказать мой бестселлер «Восхождение». Книга, где описывается суть элемента, его тайны и работы. Огромное количество людей, прочитав эту книгу, приходят на курс. Переходите по ссылке в описании под этим видео в группу в Телеграм, и если вас интересует книга, пишите в комментариях книга, и с вами сразу свяжутся. До встречи на курсе и в группе в Телеграме. Я не люблю земных богов, ни одного из них по той причине, что ни один из них не создавал человека для служения человеку. Люди были созданы для поклонения богам, и многие желают этого и защищают свое рабство с пеной урта. Ну что ж, это их выбор. В надежде обрести рай, они готовы ради бога на все, даже быть мерзавцами, угрожающими, проклинающими, обещающими ад и так далее. Жаль, они не знают, что элемент – это оружие, и у кого его больше, тот и сильнее. Именно поэтому свет и тьма так борются за людей и за ваше поклонение. Верующие не знают, у кого элемент – тот и бог. Люди, очнитесь и боритесь за себя с невежеством, которое насаждается на каждого из нас с одной целью – не сопротивляйся, смирись, подчинись, любите друг друга, верьте в хорошее, а оно есть. Копите элемент со мной или без меня и отдавайте тем, кого любите. Если кто-то в метафизическом мире в нем нуждается, пусть придет, попросит и предложит за него достойную плату. Так должно быть. Если ты посмотрел это видео, мой друг, ты и есть настоящее сопротивление злу. Спасибо, что были со мной до конца. До встречи в новом еще более интересном видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok